Книга «Открытым оком», вопрос 1229, 4 том, тема «Святая Библия». «Евангельские чтения сейчас читаются из нового перевода Евангелия. Не является ли это перевод изменением Священного Писания?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «У меня есть несколько таких переводов, почти все, какие существуют. И все вместе взятые я никогда не поставлю даже вблизи синодального перевода. Апостол Павел, доказательств своих слов, обращался к свидетельству Духа Святого, к его совести. «В данном случае хочу воспользоваться, держну на это право, имея сорокалетний опыт проповедника, что синодальный перевод 1876 года дивный и пренебесный. И на тех, кто его подменяет другими новыми переводами, смотрю откровенно подозрительно. Почему же их душа, их совесть не подскажет им, что все эти новые, публично-вульгаризированные переводы не имеют и малой толики того пренебесного звучания, которое заложено Духом Святым в синодальный перевод? Все переводы делались явно в сравнении с синодальным, опирались на него, и как-то дико выворачивались слова. Переводчики-плоцки у Бога пытались сделать их более понятными. Я делал построчные сравнения этих переводов с синодальным, и мне было больно до физического страдания за этих горе-переводчиков, держнувших на святое сокровище и наследие русского народа. Синодальный перевод. У меня нет предвзятости, и я смотрю на это, опираясь на свой опыт и на опыт многих сотен, обратившихся ко Христу людей. Все они мыслят так же. Заучивайте наизусть места Библии только по синодальному переводу, и не забывайте себе голову другим переводами-однодневками. Библия синодального перевода была издана многомиллионными тиражами, как библейским обществом, так и синодами в России, за границей и патриархии. Этот перевод переиздается, и сегодня без всякого изменения. Если вы еще не получили новый навык, вкус, сладость в синодальном переводе, и много еще не заучили наизусть из него, то вам вредно слушать другие переводы. Лично мне они не вредят, но я слушаю их с каким-то содроганием и стыдом за тех, кто читает их. И смотрю на них не как на сотрудников на Неве Божьей, а как разрушителей, почти как на еретиков и врагов. Никакие тысячи аверенцев никогда не дадут того, что заложено в синодальном переводе. Субтитры создавал DimaTorzok